К нашему эфиру присоединяется глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Поскольку уже заговорили о попытках рашистов форсировать Северский Донец, я так понимаю, что эти попытки продолжаются и даже в эти минуты возможно. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию конкретно в этом районе. Ну, сейчас, в данный момент, они не форсируют пока реку, я не знаю. Может, уже стараются еще больше накопить потенциальных трупов. Может, ищут что-то без башни для того, чтобы оно все равно подтонет там в этой реке. Может, они хотят просто своей техникой заполнить реку, да потом проезжать сверху. Я не знаю. Ну, от того, что они меняют руководителей, ну, знаете как, если целая группа командования идиоты, то менять одного идиота на второго, ну, как бы, толку никакого не дает. Пока у нас больше идут бои вот в направлении Северодонецка, непосредственно в тех населенных пунктах, которые, как такие, села-столиты уже города. Это и Воронова, и Щедрищева. И мы видим очень большое скопление техники, и они каждый день ее подтягивают в направлении Попасной. То бишь, не отбросили Орке идею все-таки перерезать трассу со стороны Попасной, через Камышеваху, вот трассу Лисичанск-Бахмут, и таким образом взять в окружение те наши войска, которые находятся в Рубежном, в Северодонецке, в Лисичанске. Чисто гипотетически это возможно? Ну, это война. Тут все, в принципе, возможно, и все будет зависеть от стойкости наших ребят, которые держат уже третий месяц оборону, и количество боекомплекта, который будет, количество техники. Ну, смотрите, просто вот для понимания. Буквально пару дней назад в сутки шла колонна техники вражеской. Вот насчитали, только примерно, понятное дело, что мы не можем до единицы определить, но насчитали более двух с половиной тысяч единиц техники. Это и грузовики с личным составом, это и танки, и самоходные установки, и БТР, и БМП. Ну, то бишь, готовятся они очень серьезно. Сейчас все силы брошены именно на луганское направление, потому что, смотрите, было планирование Киев за три дня, потом просто Киев, потом хотя бы Харьков, там, Сумы, потом огромный котел Луганской, Донецкой области, потом, значит, хотя бы небольшой котельчик, часть Донецкой области. Теперь они уже подходят к тому, что, ну, хотя бы Луганскую область взять в окружение. Ну, то бишь, у них, знаете как, их планы, они строятся по ходу. Вот, где удалось получить успех, это, значит, они сразу называют, это был наш такой план. Поэтому, вот, понимая, что Донецкую область они никак не возьмут, понимая, что окружение большое, которое они планировали по Покровскому, ничего у них не выйдет, то сейчас все силы будут брошены именно для того, чтобы вот несколько городов Луганской области, которые подконтрольны Украиной, вот, чтобы их захватить. Сергей, вы говорите о том, что 100 единиц военной техники, не вы, простите, а есть информация о том, что 100 единиц военной техники, вот, за все попытки форсирования Северского Донца было уничтожено нашими военными, но попытки форсирования продолжаются. Вы даже говорите, что некоторые идиоты уже поняли, почему их туда посылают, и целый батальон отказался идти в атаку. А есть уже, есть информация реально об отказниках, которые, вот, саботируют приказы руководства? Да, да, по перехвату последняя атака должно было пойти где-то ориентировочно 500 человек, вот они отказались идти. Ну, понимаете, не сильно мотивирует картина, когда подходишь к линии переправы, она вся разбита, вся обстреляна, валяются трупы, орут там раненые, которых они не забирают, и валяется около 100 единиц, разные техники по-разному вот биты, там, какая-то затонула. Это плачевное зрелище, не настолько, когда развороченный, сгоревший танк с оторванной башней, которая валяется там на каком-то расстоянии, разорванные просто от артиллерийских попаданий БТР, ну, вы же понимаете, мотивация слишком грустная, поэтому они просто отказались и не пошли в наступление. Скажите, пожалуйста, в рубежном какая ситуация, судя по вашему заявлению, нашлись коллаборанты, которые активно сотрудничают с врагом? Да, к сожалению, ну, самый первый, это мэр города, он сразу пошел на сотрудничество, причем, вы знаете, ну, оправдать его действия нельзя ничем вообще, потому что он, кроме того, что он просто сотрудничал, он еще и сдавал активно проукраинское настроенное население рубежного. Это факты, которые у нас есть подтверждение тому. И вот главврач больницы, который, кстати, последние годы высказывал такую яркую, проукраинскую позицию, как байкер выступал, ездил на мотоцикле с украинским флагом, там, намагался спелкуваться с украинской мовою. Ну, на самом деле, в общем, пошел тоже на сотрудничество, рассказывает вместе с Русней о том, что вот как было плохо, как плохо жилось больница, и как замечательно сейчас все будет вот с приходом российской армии. На самом деле, это как раз тот персонаж, который пытался украсть оборудование дорогостоящее, которое стоило миллионы гривен, и вместо государственных комплексов бесплатных, там, таких как КТ, МРТ, пытался поставить частные какие-то фирмы, их оборудование для того, чтобы заработать там какие-то деньги себе в карманы. Об этом знает каждый медик, который работал в этой больнице. Сергей, мы говорили о скрытой мобилизации недавно, о том, что, несмотря на не объявление Путиным в войне в Украине, несмотря на не объявление мобилизации, скрытое все-таки происходит. И вот вспоминаю ваши слова о Попасной, вы говорите о том, что оттуда масса украинцев вывозят именно для мобилизации против, для участия в войне против Украины. Что об этом известно, не знаю, сколько человек, кого вывозят, как им избежать этого? По количеству не смогу сказать. Из того, что мы действительно знаем и то, что подтверждается, то могу сказать вот две вещи. Даже люди, которые выезжали на неподконтрольную территорию, то есть на оккупированную часть Луганской области, возможно, к своим родственникам, возможно, к каким-то знакомым одноклассникам, не знаю, к кому, но выезжали просто от обстрелов, потому что через линию фронта пройти не могли, а как-то вправо-влево их орки не отпускали, и они выезжали именно вглубь оккупированной территории, то даже из этих людей мужчин забирают и отправляют воевать. То бишь они сразу, аргумент один, вы сейчас уже в ЛНР, надо защищать республику, вот вам автомат, вперед воюйте. Понятное дело, что это просто пушечное мясо, эти люди очень быстро умирают, гибнут просто пачками, и сейчас тоже подтвержденная информация, сейчас приехали российские там ФСБшники, ну не знаю, кто тут, я уже врать не буду, но какие-то там спецслужбы, которые проводят вторую волну мобилизации. Почему это делается? Потому что выяснилось, что после первой так называемой волны, которую проводили сами ЛНР-цы, то достаточное количество мужского населения смогло уклониться от призыва, ну просто деньги им платили и все. Поэтому сейчас второй обход идет всех квартир, домов, ищут тех, кто там заплатил, кто смог как-то все-таки не попасть в первую волну, и те, которые не погибли. Отменили полностью медицинскую комиссию, берут всех без разбора, и вот их отправляют сразу на фронт. Вы говорите, что женщины могут на фронт отправлять. Были такие данные? Ну, пока это по их желанию, пока не подтвердается, что идут какие-то женские батальоны, но тем не менее, вот реально, что в Донецке, что в Луганске на сегодняшний день мужчин реально нет. То есть на улице встретить мужчину не в форме. Это что-то из очевидного невероятного. Сергей Владимирович, меньше минуты остается до минуты молчания, поэтому, если можно коротко, западное вооружение поступает, оно меняет ситуацию на фронте? Поступает. Да, и уже достаточно. Большое спасибо. Сергей Гайдай, глава Луганской военной администрации, был с нами на связи. Спасибо. Спасибо.